Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксёнов Андрей, студия Либо-либо и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Спасибо всем, кто пришел на лекции. Было круто. На этой неделе последние три. Барселона, Лиссабон, Истамбул. Буду рассказывать про белую миграцию и про жизнь людей во время большой войны. А если вы не могли попасть на лекции, то подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Либо-либо, Бусти, Патреон и подписку Либо-либо плюс в Apple подкастах. Там мы каждому эпизоду вообще-то выпускаем дополнения и к этому в том числе рассказываем, как мы делаем этот сезон. Такие небольшие мейки-нофы получаются. И почему я вас туда сегодня зову? Потому что там же мы выложим записи этих оффлайн-лекций. А также среди подписчиков Бусти, Патреона, закрытого телеграм-канала и подписки Либо-либо плюс в Apple подкастах мы разыгрываем худи фирменное «Закат империи», которое существует в единственном экземпляре. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, напишите в поддержку бонусного контента Либо-либо. Информация обо всем этом будет в описании выпуска. А еще у этого сезона есть партнер — подписной книжный сервис BookMate, с которым мы в середине выпуска сделаем специальную рубрику с рекомендациями книжек. Минский губернатор Павел Курлов и вся минская верхушка присутствуют на отпевании генерала Степана Курча. Вот гроб спокойно выносят из Петропавловского собора, стоит военный караул, за гробом идет траурная процессия, архиепископ, все крестятся, и вдруг из толпы в процессию прямо в губернатор летит бомба, и сразу за этим звучат выстрелы. Люди разбегаются, полицейские хватают двух террористов. К счастью, Курлова бомба не взорвалась, и губернатор выжил. Это покушение было местью за расстрел рабочей демонстрации, который произошел всего за два месяца до этого. Покушение совершили СССР с помощью местных социалистов, но не только социалистов. Организация теракта требует денег, и денег на это покушение дал, по многочисленным слухам, местный либерал, богач, помещик и банкир Евстафий Любанский. За несколько дней до, собственно, самого покушения сам Любанский уезжает за границу, потому что опасается преследования. Любанский был одним из самых известных дворян и предпринимателей края. Организатором сельскохозяйственных выставок, спортсменом, владельцем обширных поместьй и винокуренных заводов. Его балы, на которых блистала его красавица-жена и где присутствовал губернатор, привлекали самое высокое общество. Поместье Евстафия Любанского находилось в Лошице. Это и сейчас довольно крупный парк в черте Минска вдоль реки Свислочи. А двухэтажный особняк Любанского с бирюзовой черепичной крышей и сейчас находится посередине этого парка, у впадения реки Лошице в Свислочи. В общем, Любанский очень-очень приличный и респектабельный человек. Так каким образом дошли мы до жизни такой, что либерал и богач спонсируют покушение на губернатора? Чтобы это понять, нам придется сегодня забраться в голову к Евстафии Любанскому. А я буду у вас сегодня, так сказать, виргилием. Конечно, как вы понимаете, до определенной степени это будет реконструкция, но я беру на себя смелость быть вашим проводником сегодня, потому что все, что мы знаем о Евстафии Любанском, слишком напоминает нам многих других людей. Я бы даже сказал, что Евстафий Любанский представляет собой типичнейшего либерала того времени. Точнее, даже не так, не просто либерала, а приличного человека. Ну, просто в набор приличного человека в начало XX века входил либерализм. Сейчас, да, скорее всего, приличный человек должен быть вне политики. Если вы понимаете, о чем я, вы сегодня знаете таких людей. Это вот именно они создают русскоязычный чат IT-релакантов в Барселоне, и в этих чатах запрещено обсуждать политику, да, понимаете? Как мы оказались в Барселоне? Извините, мы это не обсуждаем. Мы тут делимся просто приличными местами для отдыха, приличными кружками для детей и приличными ресторанчиками. Не поймите меня, плохо, пожалуйста, на приличных людях держится этот мир. Реально, просто во время революций и войн с приличными людьми начинает происходить что-то очень странное. Они не очень приспособлены ко временам, когда происходит что-то неприличное. Итак, добро пожаловать в голову приличнейшего Евстафия Яновича Любанского. Евстафий Любанский, естественно, дворянин. Он родился в 1859 году. Семья жила в имении Виленской губернии на границе с Минской. Сейчас-то Беларусь, недалеко от Молодечна. Деревня Любань. Собственно говоря, эту деревню приобрел дед Евстафия Ян или Иван Любанский из белорусско-литовского, относительно зажиточного дворянского рода. И когда приобрел ту деревню, то переименовал ее по своей фамилии. И так деревня до сих пор и называется – Любань. Дед этот родился еще в независимой речи Посполитой, пережил присоединение этих земель к России, подтверждение своего дворянского достоинства после присоединения, похода Наполеона, в которых он, между прочим, участвовал на стороне французов, потерю жены во время войны 1812 года, пережил восстание против власти Петербурга и так далее. Жил прилично, дважды женился, увеличивал свои владения, в том числе благодаря женитьбе стал владельцем той самой лошадской усадьбы. Работал директором Виленского земельного банка. Отец Евстафия унаследовал от отца два имения, в том числе Любань и Лошадцу. Сам Евстафий начальное образование получил, конечно, дома. Затем закончил реальную школу в Вильне. Реальная школа — это обычная средняя школа. Она так просто называлась тогда. И после обучения в школе отправился учиться в сельскохозяйственную академию в немецкой Силезии. И тут вы меня спросите, что же тут типичнейшего? Дворянин едет учиться в сельскохозяйственную академию? Ну, это и правда не совсем типично для российских дворян, но это обычная практика для местных дворян-католиков. Вот смотрите. Любанские жили прилично, в восстаниях не участвовали. Но, тем не менее, помещиков-католиков всех по умолчанию подозревали в пропольских настроениях и в нелояльности, и поэтому старались максимально выдавить их со своих земель. И вот каким образом это делалось. Дворянам-католикам запрещали покупать землю. Отдавать землю в залог или в аренду тоже запрещалось. То есть получалось так. Если семье нужны были деньги или имение не приносили доход, то выход был только один – продать имение. А кому его можно продать? А только русским православным дворянам или немцам-лютеранам такая опция тоже была. Больше того, чтобы жизнь медом не казалась, до самого конца XIX века существовал еще и специальный налог. Помещики-католики, которые жили здесь, на территории западных губерний, должны были ежегодно платить особый 5-процентный сбор с доходов. А вот для православных дворян из России тут, в западных губерниях, наоборот, существовали льготы на покупку земель. И это все привело к особенной ситуации. Дело в том, что после освобождения крестьян в 1861 году дворяне всей Российской империи быстро выяснили, что при свободном рынке и без крепостных они не справляются с аграрным бизнесом. Ну, в этот аграрный бизнес, по сути, и превратилось в землевладение. Дворяне начали массово просто разоряться и продавать свои земли. Те, кто был посообразительнее из российских дворян, те продавали земли до того, как разоряться, и выходили в ценные бумаги. Так вот, в отличие от российских дворян, дворяне-католики в западном крае земли не продавали и держались за них до последнего, потому что они знали, потеряем землю, больше ее не увидим никогда, купить ее нам не разрешат. А эта земля наша и наших предков. И так вот и вышло, что, в отличие от российских дворян, в западном крае помещики оставались в родовых гнездах. А чтобы не разориться, они внедряли всякие прогрессивные аграрные идеи. А чтобы их внедрять, надо учиться в сельскохозяйственной академии. Кстати, почему это Евстафий Любанский едет учиться в Селезию, в сельскохозяйственную академию? Почему бы не учиться в какой-нибудь подобной академии где-нибудь поблизости? А это тоже часть политики ассимиляции, потому что ни на территории современной Литвы, ни в Беларуси не осталось ни одного высшего учебного заведения. Все закрыли. Езжайте учиться в Питер или Москву. Ну, или в Варшаву, или в Киев. Там университеты остались. Ну и действительно, после окончания обучения Евстафий Любанский засучил рукава и погрузился в хозяйственные вопросы. Он был молод, но недостаток опыта и знаний ему заменяла энергия и увлеченность делом. Он реально начинает перестраивать свое хозяйство по последнему слову аграрной науки. Он вступает в Минское сельскохозяйственное общество и становится в нем председателем винификационного отдела. То есть такого отдела, который курирует создание вина. Становится членом совета этого сельскохозяйственного общества. Если вы, кстати, удивились, что это за такие белорусские вина имеются в виду, то тут имеется в виду вино хлебное. Ну, то есть так до революции называли водку. Сельскохозяйственное общество вот это, это, кстати, очень интересная институция. Очень непростая. И с далеко идущими планами. Планами не только агропромышленного развития, но и политическими планами. Но об этом я буду рассказывать как раз на следующей неделе. А сейчас мы вернемся к Любанскому. Он входит в лесоохранительный комитет. Еще он вступает в Минское товарищество винокуренных заводчиков. И вот этот винокуренный профиль Любанского тоже не случайен. Потому что 80-е годы 19 века, то есть именно тогда, когда Евстафий начинает заниматься сельским хозяйством, это время затяжного мирового аграрного кризиса. Старые схемы переставали работать. И вот молодой Евстафий Любанский удачно перепрофилировался. И да, он начал заниматься, собственно, перегонкой спирта. Это давало самую высокую доходность. На землях Любанского массово сеяли картофель и зерно для перегонки. А Евстафий переделал старый винокуренный завод в Лошице. Спрос на спирт постоянно рос. Не только для употребления внутрь, так сказать, а еще и для технических нужд. Например, для освещения улиц. К концу 19 века Российская империя была на первом месте в мире по производству спирта. А Беларусь была одним из самых главных винокуренных регионов империи. Тут действовало 18% всех винокуренных заводов страны. Отходы от сырья шли скоту. И так этот регион стал еще и центром молочного животноводства. В общем, к началу 20 века Евстафий Любанский это один из самых крупных землевладельцев Минской губернии. Он строит на Свислочи новую каменную трехэтажную мельницу по последнему слову техники. Строит крахмально-паточный завод. Строит еще один винокуренный завод. И он еще входит в правление двух банков. В общем, этот человек современный и прогрессивный. И приличный, вне всяких сомнений. Старая дворянская этика, по крайней мере, этика российских дворян подразумевала, что деньги — это стыдно. Бизнесом занимаются, ну как бы, купцы. А помещик, он должен быть отцом-крестьянам. Ну а доходы с имений должны браться откуда-то сами с собой. Ну, типа рожь же сама из земли растет. Ее всего лишь надо собирать. Да, но вот конец 19 века — это уже время капитализма. Либо ты понимаешь, как работает мир при капитализме, либо разоряешься. И вот, если ты помещик, наследник древнего рода, и ты не просто сохранил свои земли, а еще и богатеешь и развиваешь прогрессивные методы ведения хозяйства, то, конечно, ты заслуживаешь всяческого уважения. А для приличного человека очень важно, чтобы его уважали в обществе. Вот у нас на дворе конец 19-го, начало 20-го века. Кажется, что страна неумолимо просто меняется к лучшему. Даже несмотря на консерватизм в верхах. Прогресс не остановить. Понятно, что либеральные европейские ценности все больше и больше будут прорастать в империи. Тем более, да, вон молодой монарх у нас. Пятипроцентный сбор с доходов, вот этот вот налог на католиков, кстати говоря, отменили в конце 19-го века. Скоро, может, да, и запрет на покупку земель отменят. Во всяких разных общественных организациях, например, в благотворительных обществах или вот, например, в Минском сельскохозяйственном обществе уже открыто ведутся всякие политические разговоры. Например, об отмене цензуры, о равенстве религий, о народном представительстве, то есть о парламенте. И, конечно, люди, которые заседают в этих обществах, все очень приличные. Никто из них не сторонник социализма, террора или, упаси господи, бунта против власти. Никто не собирается уходить в подполье. Все они там очень респектабельные и лояльные. Тем более, что власти как бы сами показывают свой либерализм. Вот, например, Минским губернатором назначен тоже очень приличный, очень светский, очень родовитый граф Александр Мусин-Пушкин, который известен своими либеральными взглядами. Он ровесник Евстафия Любанского и с удовольствием регулярно приезжает в гости в лошадцу. В самом конце XIX века лошадская усадьба была включена в городскую черту Минска, город растет, и в прекрасно обставленный особняк с бирюзовой черепичной крышей очень удобно приезжать из города. И общество тут собирается самое приличное. И хозяин – прекрасный человек с широкими интересами. В усадьбе в своей Евстафий Любанский высаживает редкий пород деревьев из разных стран и занимается селекцией. В 1901 году Любанский входит в оргкомитет юбилейной сельскохозяйственной и ремесленной выставки и получает две бронзовые медали за коллекцию картофеля для перегонки. Мучительно просто удерживаюсь от шуток про картофель. И еще медаль получает за какого-то замечательного жеребца. Кстати говоря, селекцией занималась и его красавица-жена Едвига, которая за пальмы и еще там за что-то получила на выставке серебряную медаль. А еще Евстафий Любанский – спортсмен. И это тоже очень прилично. У нас значение слова «спортсмен» за сто лет поменялось, но в начале 20 века это слово обозначало современного, прогрессивного человека с достатком, который может позволить себе тратить время и деньги на спорт. Ну, то есть очевидно, что у крестьян и рабочих идея потягать гири после рабочего дня не могла встретить понимание. Так что занятие спортом – это дело людей обеспеченных. Обеспеченных и прогрессивных, опять же. Ну, потому что старые дворяне тоже как бы не понимали идеи физических нагрузок. Самое тяжелое, что они поднимали – это карты за игорным столом. Но на дворе уже новый век. Потихоньку поднимается культ здоровья и физической культуры. И при этом оцените, каким именно спортом занимается Евстафий Любанский – велосипедным. И это тоже очень прогрессивно, как вы догадываетесь. Увлекаться спортом в то время, собственно говоря, значило стать членом спортивного клуба. И Евстафий Любанский – член Минского общества любителей спорта. Это общество было основано еще под председательством предыдущего минского губернатора – князя Николая Трубецкого. Очень достойно, очень прилично и очень респектабельно. Просто, чтобы состоять членом этого клуба, нужно было оплачивать годовой членский взнос. Этот взнос превышал среднюю зарплату рабочего. В своей усадьбе, в Лошице, Евстафий Любанский даже устроил велотрек прямо перед зданием усадьбы. И на этом велотреке проводились воскресные спортивные праздники. Все это очень хорошо, Андрей, да, может быть, скажете вы. Мы поняли, что Евстафий Любанский очень приличный человек во всех смыслах, но как насчет политики? Причем тут, собственно говоря, либерализм? Ну, дело в том, что либерализм входит в джентльменский набор приличного и прогрессивного человека начала XX века. Поговорим теперь о политических взглядах богача и, замечу отдельно, дворянина-католика Евстафия Любанского. Католическое дворянство на протяжении XX века доставляло много проблем Российской империи. Оно, собственно говоря, было ядром двух восстаний в западных губерниях. Вообще-то говоря, помещиков и сторонников восстаний не просто притесняли. Если, да, Евстафий Любанский платил с доходов своих поместьй по 5% налога, то вот у участников восстаний поместья эти просто конфисковывали, а сами они бежали за границу. Бежать за границу и становиться иммигрантом это ужасно неприятное событие. Приличные люди по возможности этого избегают. Больше того, товарища Любанского по сельскохозяйственному обществу после революции 1905 года организуют целую партию, которая будет требовать от Петербурга не независимости, но автономии западного края. Они будут называть себя краевцами и речь о них как раз пойдет через неделю, но Евстафий Любанский отличался от них. Он не был даже сторонником автономии западного края. Я уж не говорю о том, чтобы поддерживать белорусское национальное движение, это уж как-то совсем оригинально, знаете. Ну, естественно, Евстафий Любанский не мог быть и социалистом, но это было бы странно. Приличный человек и странный человек — это противоположности. Вам, может быть, кажется, что в свойствах приличных людей обычно поддерживать власть. Без фанатизма, конечно, скорее в стиле «ну, я в этом особо не разбираюсь, но в целом поддерживаю наше правительство и страну, потому что я патриот». Ну, вот такие вот беспомощные взгляды это скорее следствие долгой дрессировки общества. В начале века государство не занималось еще дрессировкой, эпоха массовой пропаганды еще не пришла. Поэтому дефолтные взгляды приличного человека начала 20 века либеральные. И я так уверенно говорю про взгляды Любанского, он не был сторонником тех, не разделял взгляды этих, ну, просто потому что когда придет время выбирать, Евстафий Любанский выберет самую просто дженерик либеральную партию, конституционно-демократическую, партию кадетов. Это всероссийская и самая популярная либеральная партия. Никаких разговоров про автономию Белоруссии или Украины или там Грузии партия кадетов не вела. В их программе была единая и неделимая Россия. Ну и дальше в программе «Все только хорошее против всего плохого». Не поймите меня неправильно, я сам либерал и даже в целом демократ и конституционалист, конечно же, но просто смотря на взгляды людей того времени нельзя отделаться от ощущения, что эти либералы читали одни и те же газеты, например, «Биржевые ведомости», говорили одни и те же заученные вещи и разделяли одни и те же популярные идеи. Помните, например, в прошлом сезоне я вам рассказывал про богача, умницу и дворянина Владимира Дмитриевича Набокова, который, кстати, был основателем, одним из основателей той самой партии кадетов. Так вот, Корничуковский в его лице довольно едко обрисовал всю эту породу, породу очень приличных и очень богатых либералов. «Было в нем самодовольство первого ученика. Его дом был какой-то цитаделью эгоизма. Три этажа, множество комнат, а живет только одна семья. Знания его были тривиальные, сведения, а не знания. Он знал все, что полагается знать образованному человеку, не другое что-нибудь, а только это. И была в нем еще какая-то четкость, чистота, как в его почерке, не умном, но решительном, ровном, крупном, прямом». Но когда в воздухе запахло революцией, то либеральные взгляды требовали действовать. И Евстафий Любанский к моему уважению начал действовать. Но перед тем, как мы перейдем к действиям Евстафия Любанского, мы вместе с партнером этого сезона, с подписным книжным сервисом BookMate, порекомендуем вам книжку, которая поможет лучше понять, что творится в голове собственно говоря у нашего героя. Эта книга историка Кирилла Славьева «Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России в начале XX века». И в ней как раз описывается круг российских либералов, прямо вот начиная с Владимира Набокова, которого я только что упомянул, или с Петра Струве, который в позапрошлом выпуске писал манифест партии РСДРП. «Союз освобождения» это организация либералов, пожалуй, это самая влиятельная политическая сила во время революции 1905 года. Это именно они организовывали как раз вот этот вот съезд муниципальных депутатов со всей страны. И они, в отличие от социалистов, были против прямого насилия, а в результате как раз вот эти самые люди, пожалуй, получили самые большие выгоды после революции. Они вошли в парламент и стали элитой. Так вот, что они думали? О чем они мечтали? Какой видели Россию и ее окраины? И самое главное, кем они были? Читайте книгу «Союз освобождения» в подписном книжном сервисе BookMate по ссылке в описании. Приложение BookMate можно скачать в App Store, в Google Play, можно начать книгу на смартфоне, продолжить на планшете, закончить на компьютере. Очень удобно. BookMate доступен подписчикам Яндекс Плюс в качестве дополнительной опции, но с нашими промокодами вы сможете читать и слушать книги в BookMate бесплатно в течение 45 дней. Они сработают, если у вас еще нет BookMate. Для российских пользователей промокод EmpireBook, а если вы из Беларуси, то промокод BookMateRB. Активировать их нужно до 30 июня. Все ссылки в описании этого выпуска. В 1902 году Любанский избрался членом Минской городской думы. Ну, в этом пока что ничего особенного нет, это вполне респектабельно. Но, когда к 1904 году ситуация в стране начала накаляться, в крупных городах пошли забастовки, демонстрации, социалисты развязали террор, то Евстафий Любанский действует, как и положено, либералу. Он участник знаменитого Земского съезда в ноябре 1904 года. Тогда в Петербурге собрались представители местного самоуправления, причем с санкцией тогдашнего либерального министра внутренних дел Петра Святополк-Мирского. Кстати говоря, Святополк-Мирский тоже дворяне Великого княжества Литовского. Этот съезд столичный был очень громким событием. Тогда в Петербург съехались не просто непонятные какие-то делегаты, а избранные по всей стране муниципальные депутаты. И без преувеличения все общество ждало, что из этого выйдет. И съезд не подвел. В итоге резолюция съезда, напоминаю, осенью 1904 года, была такой. Мы требуем неприкосновенности личности и частного жилища, свободы совести и вероисповедания, свободы слова и печати, свободы собраний и союзов, равенства личных, гражданских и политических прав всех граждан и в качестве вишенки на торте учреждения парламента. Кстати говоря, резолюция была подписана в том самом трехэтажном особняке Владимира Дмитриевича Набокова. Эту резолюцию передали через министра внутренних дел непосредственно императору. Но Николай II в конце 1904 года все-таки отказался принимать требования съезда. А в январе следующего года произошло кровавое воскресенье и все вообще полетело под откос. По всей стране пошли забастовки, началась настоящая террористическая война, а либеральная часть общества весной 1905 года провела по всей стране волну петиционной кампании. То есть тогда все, кто мог или хотел писали петиции в Петербург. Минская городская дума избрала комиссию для составления петиции на имя царя и в комиссию это вошел Евстафий Любанский, конечно. Комиссия это пригласила к себе для обсуждения представителей купечества, владельцев заводов и фабрик, а также рабочих, ремесленников, прислугу и отдельно еще евреев. Прямо демократия какая-то. И вот вице-губернатор, видя, что обстановка накаляется, запретил деятельность этой комиссии, а депутаты городской думы в ответ проголосовали за привлечение к уголовной ответственности чиновников, которые ответственны за запрет работы комиссии. Но, правда, эта борьба погрязла в бюрократии и ни к чему не перевела. Одновременно с этим Минское сельскохозяйственное общество подлило масло. Его участники, опять-таки, включая Евстафия Любанского, написали свою петицию, потребовали устранения всех национальных и религиозных ограничений и отдельной строкой потребовали отмены запрета на покупку земли для католиков. Еще они потребовали всеобщего образования на родных языках, на польском и белорусском в том числе. Ну и равенство прав, конечно. А еще все подписавшиеся объявили себя сторонниками парламентской формы государственного управления. Больше того, эту петицию было решено передать самому Николаю Второму лично, и в состав делегации вошел Евстафий Любанский. В середине мая 1905 года либерального губернатора Александра Мусина Пушкина сместили, и вместо него прислали кавалериста Павла Курлова. Летом начала формироваться Конституционно-демократическая партия, и в партию начали записываться местные либералы, в том числе тогда в нее вошел и Евстафий Любанский. В общем, Евстафий Любанский, помещик-католик из Минской губернии, действует ровно так, как многие российские дворяне и представители среднего класса по всей империи, безо всяких локальных особенностей. Он даже защищает перед своими товарищами по сельскохозяйственному обществу земельную программу кадетов о переделе земли. Хотя эта программа, ну, честно говоря, она в большей степени учитывала интересы русского крестьянства, которая жила в общинах и не очень соответствовала запросам белорусских крестьян, которые в основном имели землю в частной собственности. Ну, и, естественно, эта программа о переделе земли совсем-совсем не соответствовала интересам помещиков, которые в этом сельскохозяйственном обществе заседали. Ну, а осенью 1905 года произошел перелом. 17 октября император объявил манифест, в котором согласился с требованиями протестующих, и у нас как бы ура, да, победа. Ну, а на следующий день, согласно указанию губернатора Павла Курлова, вот этого свеженького кавалериста, солдаты расстреляли демонстрацию рабочих. Тогда погибло от 50 до 100 человек. Я об этом, обо всем рассказывал подробно в начале сезона. И ощущение победы сменилось ужасом. Городская дума, в том числе и Любанский, единогласно проголосовала вот за такую резолюцию. Безо всякой причины и предупреждения по расходящемуся собранию мирному народу, все помыслы которого были направлены только на то, как торжественнее отпраздновать Великий день, открыт был войсками продолжительный огонь, повлекший массу жертв, повергший весь город в отчаяние и беспредельное горе. И тогда революционеры и решили отомстить и убить Павла Курлова. Организация покушения стоит денег. И деньги эти по многочисленным слухам дал именно Евстафий Любанский. И если говорить откровенно, то твердых подтверждений этому нет. Только вот эти многочисленные слухи и утверждения разных лиц. Но Евстафий Любанский действительно уехал из города за границу на время покушения. И тут вы мне скажете, Андрей, ну это уже как-то, знаешь, слишком. То есть мы вполне можем согласиться с тем, что приличные люди, как ты говоришь, во время революции 1905 года пошли против царя. Ну, тем более, что как бы как они пошли против царя? Они пишут петиции. Мы и сами, знаешь, столько петиции подписали на Change.org, мы понимаем, как это работает. Приличные люди, конечно, подписывают петиции, но дать денег на убийства это как-то все-таки не складывается в картинку. Ну, я вам в ответ скажу, что опять-таки среди прогрессивных, приличных либералов и богачей в начале 20 века это опять-таки не исключение. Слишком многие богачи давали денег революционным партиям. Даже в своем подкасте я об этом рассказывал не раз. Савва Морозов богатейший купец давал деньги, Николай Шмидт чуть ли не миллионер давал деньги. Дело в том, что все-таки в голове людей приличных и прогрессивных того времени существовала некая концепция такая долга перед народом. Наши отцы, купцы или помещики, крепостники выжимали досуха крестьян, а крестьяне находились фактически у нас в рабстве, и сейчас мы богатые и привилегированные, но это все за счет грехов наших родителей. И за нами получается долг. И долг этот можно выплатить, в том числе давая деньги террористам. Неубедительно? Ну, вот вам конкретный пример. Когда еще через год, в 1907 году, новый премьер Петр Столыпин будет пробовать найти компромиссы с либералами, он обратится к той самой партии кадетов и побросит их в обмен на легализацию и принятие некоторых их требований, написать в ответ в партийной газете, что вот либеральная партия кадетов против террора. И знаете что? Они не просто отказались. Один из патриархов этой партии, Иван Петрункевич, дворянин, помещик, либерал, в ответ на это предложение пришел просто в необыкновенное волнение и заявил, нет, никогда лучше жертва партии, нежели ее моральная гибель. То есть он считает, что написать в партийной газете, что либералы против террора будет означать моральную гибель партии. Вот такие были либералы и приличные люди. И вы скажете, может быть, ну, Андрей, все-таки одно дело отказываться со страниц газеты осуждать террор, а другое дело давать денег на убийство. И вы будете правы, потому что я вам не рассказал кое-что важное. Прерву рассказ на минуточку. Я просто хочу напомнить, что каждому выпуску этого сезона, так же, как и к предыдущим сезонам, выходят послекасты. И в этих послекастах мы вместе с продюсеркой этого сезона, Машей Агличевой, обсуждаем эпизоды, сложности, связанные с ними. Я даю разные дополнения, которые не вошли в основные выпуски, и мы даже несколько рефлексируем. Эти послекасты можно послушать на Патреоне и Бусте «Закаты империи». И помимо послекастов, я там выкладываю еще всякие текстовые материалы из начала 20 века. А еще их можно послушать в закрытом телеграм-канале и по подписке либо-либо плюс в Apple подкастах. И здесь уже вы можете слушать разные другие дополнения от других подкастов нашей студии, а также подкаст «Студия», в котором мы рассказываем, как работает наша студия. Подписка – это лучший способ поддержать и меня, и студию «Либо-либо». Все ссылки в описании этого выпуска. Знакомьтесь, Едвига Геронимовна Любанская в девичестве Кеневич, красавица-жена Евстафия Любанского. Я вам так подробно полчаса рассказывал про либерала, богача и помещика Любанского, но, кажется, из всей моей предыдущей истории сложно понять, что он был за человек. Он как будто бы до смешения похож на любого сверхобеспеченного представителя среднего класса. Ну, вот вам, наконец, портрет Евстафия Любанского и его жены из воспоминаний писательницы Марии Чапской. Госпожа Едвига Любанская красивая, вкусно пахнущая, шуршащая шелком, звенящая брелоками, с биноклем на длинной золотой цепочке. Она была замужем за очень богатым господином Евстафием Любанским из Лошиц, который даже нам, детям, казался отвратительным толстяком, с носом, блестящим, как фонарь. Маме, очевидно, было жаль это прекрасное существо, которое ненавидело мужа, не имело детей и грустило по материнству. Свою пустую жизнь она заполняла одеждой, путешествиями, чтением последних французских романов и флиртом. Ее ленивый муж играл в карты, смотрел на все сквозь пальцы и потакал каждой фантазией жены. Каково, а? Родкиневичей, откуда происходила Едвига, тоже был католическим и уважаемым. Отец Едвиги был предводителем дворянства в Мозорском уезде. Поженились они в 1890 году Едвиге было 20 лет, а Евсафию 29. Едвига была влюблена в другого. Родители выдали ее против ее воли. Причем, Едвига незадолго до свадьбы подслушала разговор родителей. А родители просто жаловались друг другу, что в доме три дочери, их надо возить на балы, покупать им платья, надо бы поскорее сплавить всех троих из дома. Свадьба Любанского у гостей оставила впечатление цитата «зловещей и печальной церемонии». По крайней мере, так вспоминала племянница Едвиги Енина Жалтовская. А про Евстафия Любанского она же, племянница, писала, что он во всех отношениях был ничтожеством, без ума и характера, но зато из всех трех зятей он был единственным по-настоящему богатым. Между тем, сам Евстафий был без ума от Едвиги, он явно души в ней не чаял, обеспечивала всем, чего она только хотела. Кстати говоря, вот тот самый особняк с бирюзовой крышей, который сейчас можно видеть посреди Елошинского парка, был перестроен прямо ради Едвиги. Если вы обратите внимание, то поймете, что дом выглядит как бы странно немного, он как будто состоит из двух частей. Собственно говоря, так и есть, потому что парадная часть особняка одноэтажная, и она смотрит на нас, и это старая часть дома. А слева к ней была пристроена новая двухэтажная часть, и она смотрит на нас торцом. Получается как бы такая буква Т сверху, если посмотреть. И вот эта вторая часть дома и была приспособлена под прием гостей и под балы, ну для того, чтобы молодая жена могла принимать самое приличное общество Минска. Но, судя по всему, Едвига была не так тщеславна, как ее муж, и собрала только небольшой кружок приятных ей людей. Едвига Любанская совершенно открыто не любила своего мужа. И, судя по всему, это было очевидно всем, кроме Евстафия Любанского, что тоже как бы несколько дополняет его портрет. При этом Едвига явно вошла во вкус сверх роскошной жизни. Она всегда в украшениях, платье заказывает из Вены, регулярно ездит в Италию, увлекается живописью раннего возрождения и даже немного чудит. Например, как-то она подарила попугая в золоченой клетке больному сыну своей подруги. Со стороны Едвига производил впечатление строгое и даже немного претенциозное такое, искусственное, как бы, но, кажется, за всем этим пряталась застенчивость. У Едвиги был свой оточенный, довольно привередливый, нестандартный вкус. Помимо раннего возрождения она любила читать и воспринимала литературу прямо всерьез. Она увлекалась экзотическими растениями. Помните, да, я даже рассказывал, что она получала медаль на выставке. Она увлекалась Японией и имела коллекцию японских кимоно. И несколько зим подряд во Флоренции она участвовала в местных костюмированных балах в костюме гейши. Кстати, самая известная ее фотография как раз в кимоно с хоризонтемой и огромным японским веером за спиной. Я эту фоточку положу в соцсети. А еще у Едвиги был довольно практичный и живой ум. И по свидетельству знакомых родственников Читы Любанских во многом предпринимательский успех Евстафия основывался на уме его жены. Потому что муж, судя по всему, постоянно ввязывался во всякие сомнительные предприятия, его легко было увлечь разным аферистом, а Едвига удерживала его от ошибок. Но при этом, конечно, все лавры доставались мужчине. И если у вас за первую часть моей истории сложилось впечатление Евстафии как о смелом таком и прогрессивном бизнесмене, то я вам просто напомню, что он, конечно, вовремя сориентировался и перестроил свои аграрные хозяйства на перегонку спирта, но это, вообще-то говоря, не что-то невероятное, потому что все тогда так делали. Я же говорил, что в белорусских губерниях находилась пятая часть всех перегонных заводов империи. Вот вам еще одна характеристика Евстафия Любанского. Тщательно одетый, с жемчужиной в плессированном атласном галстуке, он впечатлял своей флегматичностью и презрением, которым обдавал всех знакомых, если они не имели слуг, экипажей и элегантных жен. Он обладал умом камевояжора, ценил хорошую кухню, хорошие гостиницы и немецкую мощь в лице императора Вильгельма Второго. Он говорил, мы с ним родились в один год. Как вы, наверное, догадываетесь, Едвига Любанская не была верна мужу. Несчастная в браке, без крупицы любви и уважения к мужу, она развлекалась кокетством и томилась в погоне за большим чувством. Жила словно в лихорадке, играя в страсти. Семья знала об этом, но по негласному соглашению они постановили, что ее кокетство, хоть и предосудительно, в целом невинно. В разных воспоминаниях перечисляется несколько мужчин, с которыми у Едвиги была связь. Насколько близкая, неизвестно. Упоминают короля Незабытовского, красавца во фраке. Упоминают бедного помещика из Минска-губернии Тарасович, который был сильно в нее влюблен, но боялся, что не сможет обеспечить ей жизнь, к которой она привыкла. Говорили очень много про связь с городским головой Минска королем Чапским. Но больше всего говорили про ее отношения с либеральным минским губернатором, ровесником Евстафия Любанского Александром Мусиным-Пушкиным. В районе 1904 года Александр Мусин-Пушкин приезжал в усадьбу в Лошице ежедневно, не только на балы. Их связь развивалась как раз в самый разгар революции. Муж Евстафия Любанский, то есть, занимался написанием петиций и ездил на съезды, а Александр Мусин-Пушкин боролся за свое губернаторское кресло, потому что либеральным губернатором были недовольны в столице. Он регулярно ездил в Петербург хлопотать, и тогда по воспоминаниям, я опять цитирую, госпожа Любанская жила только депешами, которые приходили из столицы несколько раз в день. Она не скрывала, что не хочет жить, признаваясь в этом своей постоянной спутнице и подруге мудмуазель Бланш. Закончилась карьера либерального губернатора в мае, когда он, сам того не хотя, поучаствовал в демонстрации, в протестной активности. Он тогда шел с протестующими, призывая их не бунтовать, а его плащ с красной подкладкой демонстранты выбернули наизнанку и использовали как революционный флаг. После этого Мусина Пушкина уволили, на его место прислали кавалериста Курлова, самим которого и связан расстрел рабочих. Мусин Пушкин с семьей уехал в Петербург. А ровно через месяц после отставки губернатора Едвига Геронимовна Любанская вышла из своего дома, поднялась на холм рядом с речкой Лошицы и, избежав в реку, утопилась. Евстафий Любанский был в ужасе и шоке. Все говорили, что он с трудом переживал горе, он ужасно тосковал, он очень любил жену. Едвига совершила самоубийство в июне. На дворе революция, новый губернатор разгоняет демонстрации силой, а осенью расстреливают митинг рабочих, фактически по указанию этого нового губернатора. Зимой в этого губернатора кидают бомбу. И, кажется, теперь становится понятнее душевное состояние богача, либерала, спортсмена, дворянина и приличнейшего человека Евстафия Любанского, который дает денег на этот теракт. После отъезда за границу на время покушения на губернатора Павла Курлова Евстафий Любанский приезжает назад, возвращается и участвует в выборах в Государственную Думу. Он выигрывает выборы и едет в Петербург работать в первом российском парламенте. Любанский вошел во фракцию белорусско-литовское коло, но, суть по отчетам, участвовал в работе Думы не то чтобы активно. Первую Думу, впрочем, быстро разогнали, и Любанский вернулся домой. Он продолжил заниматься бизнесом, но дела его шли все хуже. Суть по всему, без практического ума Едвиги Евстафий действительно ввязывался во всякие сомнительные предприятия, его компаньоны обманывали его, так что денег он теперь больше теряет, чем зарабатывает. Он продолжает участвовать в разнообразных общественных инициативах, даже с большим жаром, чем раньше. Он много занимается благотворительностью, но в 1912 году он совершенно неожиданно для всех, даже для родственников, пропадает абсолютно бесследно. Управление поместьем и всеми предприятиями Евстафия Любанского было передано некому Казимиру Пржицешевскому, и это все, что становится известно обществу. Совершенно неясно ни куда он уехал, ни почему. Он полностью пропал. Из его дальнейшей жизни мы знаем только одну единственную вещь. В 1917 году из какого-то небольшого города на Кавказе в Минск пришли известия, что дворянин Евстафий Любанский умер. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, подкаст, который называется «Что дальше?» Это спин-офф подкаста «Норм», который я очень люблю. Ведущие подкаста Даша Черкудинова и Настя Курганская будут разговаривать только про работу с людьми, которые перепридумали себя и решились на вдохновляющий карьерный переворот. Кажется, это важный навык сейчас уметь отбрасывать старые представления о себе и создавать себя нового. В этом подкасте будут истории про адаптацию в новых странах и городах, про переходы из маленькой компании в корпорацию, наоборот, про учебу в 30 лет, про открытие своего дела или, наоборот, про закрытие его ради творчества. В общем, про то, кем стать, когда ты уже вырос, а точнее о том, как решиться на кардинальные карьерные перемены. Ссылка на подкаст «Что дальше?» в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей. Студия «Либо-либо» вы слушаете специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Этот выпуск для вас готовили. Ресетч Тимофея Кудович, фактчек Евгений Луферчик, редактура Катерина Серебренникова, перевод с польского Жанна Алфимова, радиусирование Маша Агличева, партнерствами занимались Гульнара Деликторская и Арина Левицкая, звук делал Семен Аксенов. Подписывайтесь на Патреон, Бустье, закрытый Телеграм-канал и подписку «Либо-либо-плюс» в Apple подкастах. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова